Профессиональный праздник – один из поводов собраться вместе и ощутить значимость и важность проделанной работы. Открытое акционерное общество «Бобруйский завод КПД» по-прежнему остается одним из крупнейших застройщиков Могилевской области и основным в городе на Березине, отметил в своем поздравительном слове председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель. Тем более, что это и его профессиональный праздник. Строительная отрасль города развивается, видите, по тем объектам, которые у нас в городе строятся. И это не только жилье, это объекты социально-культурного назначения. И, как я уже отмечал, из нашего завода Бобруйского КПД были собраны конструкции нашего последнего детского садика. Я бы хотел пожелать строителям мирного неба, самое главное – здоровья. Ну и, конечно, все планы, которые там намечены были, всегда сбывались. Фундамент большого дела – быть причастным к важному труду, преображать облик любимой страны, приносить радость людям и оставлять след в истории государства. Все это кропотливая работа строителей. Благодаря преданным своему делу профессионалам Бобруйск – красивая картинка. Появляются новые социальные, культурные, промышленные, торговые объекты, развивается инженерная инфраструктура, строятся жилые дома. Только за последние три года введено в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров многоквартирных жилых домов, из которых более 40 тысяч квадратных метров для многодетных семей. В текущем году введен в эксплуатацию новый детский сад в микрорайоне Киселевичи. Начато строительство нового хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи. Профессия – строить, призвание, созидать. Свой вклад в развитие города на Березине вносят и сотрудники Бобруйск Энергомонтаж. Когда человек знает толк в своем деле, его труды всегда становятся предметом восхищения. Команда строителей живет единой миссией. Наш коллектив составляет чуть более 100 человек. Мы занимаемся всеми видами общестроительных работ. У меня отец строитель, он практически очень много построил объектов в городе Бобруйске. Это с начала 60-х годов и, наверное, по середине 90-х. Практически я еду по городу и много его объектов знаю. И с ребенком даже он меня брал на работу, я это все видел. Ну, так судьба служилась. Уже 34 года, как работаю в строительстве. Нашу страну сегодня можно сравнить с огромной строительной площадкой, где год за годом, ни на миг, не прорываясь, кипит напряженная работа. Возводятся различные сооружения и жилые дома. Строятся дороги, появляются новые микрорайонные и населенные пункты. И все это благодаря строителям. История Бобруйского завода КПД началась в 1977 году. В 1988 году завод переходит на хозяйственный расчет и арендную форму собственности. С 2006 года начался поэтапный процесс модернизации и технического перевооружения. В 2013 году предприятие завершило реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей». За эти годы сдано 1 миллион 206 тысяч квадратных метров жилья. Возведено 2500 зданий и сооружений. Предприятиям освоен полный цикл строительства домов. С уверенностью можно сказать, именно строители оставляют после себя самый заметный след на планете. Сегодняшние новостройки и столетия спустя будут служить потомкам. Руками специалистов предприятия в Бобруйске возведены 5-6 микрорайон и микрорайон западный. Жилье в других частях города. Возводится 7-й микрорайон. Строится жилье в других городах Беларуси. В 2023 году объем производства составил 39,7 тысяч метров кубических конструкций. 66,6 тысяч метров квадратных жилья. Выручка от продаж жилья и нежилых объектов составила 26,4 миллиона рублей. За 2022-2023 годы реализованы 632 квартиры. Великая миссия. Бобруйские строители застраивают микрорайоны и реконструируют исторический центр. Возводят дома и осваивают новые высоты и высотки, технологии и материалы, чтобы строить прочно, красиво и на века. Строите далеко идущие планы. Возводите мосты любви. Закладывайте фундамент хороших отношений с родными и друзьями. Новых профессиональных достижений. Крепкого здоровья и благополучия. Спасибо вам за наш красивый и уютный город. Пусть День строителя вдохновляет вас на новые профессиональные достижения. Успешную реализацию проектов покорения новых высот. Во все времена к строителям относились с огромным уважением. Для меня большая честь поздравить вас, уважаемые ветераны и работники строительной сферы, с профессиональным праздником с Днем строителя. Я хочу пожелать вам, представителям строительного дела, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо нашего любимого города. Мира и добра вам и вашим семьям. С праздником! Особые слова благодарности за верность профессии ветеранам-строителям. Традиции, заложенные ими, надежный фундамент, на котором уверенно стоит отрасль. Многолетний опыт перенимает молодежь на благо своего города и любимой страны. Сложность есть всегда. В основном работа заключается с проектно-сметной документацией. Поддерживают наставники, которые прикрепляются после распределения. Это работники КПД, соответственно, и моего отдела. Здесь точно профессионалы своего дела знают свою работу, хорошо выполняют поставленные задачи. Все, что создано трудом, талантами, руками профессионалов, останется в веках, будущим поколением. В этом и заключается благородная суть, созидательная суть строителя. Виталий Гаврусев, Максим Калинин. Итоги недели.